Приветствую дорогой зритель, ты на канале Девайс. И сегодня в выпуске ты узнаешь о самых интересных новинках, которые либо поступят в продажу, либо будут официально анонсированы в июне 24 года. Отмечу, что существует вероятность, что не все новости из данного ролика окажутся правдивыми, так как некоторые из них взяты из неофициальных источников, а от инсайдеров. Однако слухи могут оказаться и чистой правдой, так что держите руку на пульсе, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Буквально на днях в сети появилась утечка, касающаяся запуска будущих настольных процессоров AMD. Согласно сообщениям от инсайдеров, десктопные чипы Granite Ridge могут быть запущены уже в конце июня. Ожидается, что к этому времени компания подготовит как минимум 4 артикула из серий Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5. Процессоры будут иметь 16, 12, 8 или 6 ядер Zen 5 без деления на большие и малые. Судя по информации от Gigabyte и ASRock, компания AMD намерена пропустить наименование Ryzen 8000. Новая линейка процессоров будет называться Ryzen 9000. Также AMD может отказаться от чипсетов 700 серии, выпустив сразу 800. При этом представители Granite Ridge сохранят сокет AM5 и будут совместимы с существующими материнскими платами на логике AMD 600. Ценник новинок по информации на текущий момент может достигать отметки в 100 тысяч рублей. Однако данный нюанс может еще несколько раз поменяться и реальные факты мы уже узнаем на грядущих презентациях от AMD. Приглашаю тебя в свой телеграм-канал. Там регулярно публикуются рейтинги компьютерного железа, обзоры, сравнения и другой полезный контент. Там же найдешь скидочные промо-коды для выгодных покупок. Ссылка на телегу в описании под видео. Недавно произошел закрытый показ новой материнской платы Gigabyte B650E Aorus Pro X. Gigabyte разослала некоторым тематическим новостным изданиям копии продукта, дабы те могли рассказать о новинке общественности. Материнка имеет целый ряд довольно любопытных функций. Она обладает разъемом сенсор-панель Link, который позволяет пользователям подключать специальные дисплеи для отображения медиа-контента или информации о системе. Также плата оснащена фирменными фиксаторами M.2 и Z-Latch Click, M.2 и Z-Latch Plus, заметно упрощающими процесс установки твердотельных накопителей формата M.2 NVMe. В дополнение к этому производитель оснастил устройства похожей конструкции PCI-Express и Z-Latch Plus, облегчающие замену видеокарт. Но самым любопытным нововведением стал усиленный слот PCI-Express X16, оснащенный специальной задней панелью UltraDurable PCI-Express Armor. Производитель утверждает, что этот разъем способен выдержать видеокарту весом до 58 кг. Также плата оснащена модулем Wi-Fi 7 и имеет поддержку USB-4. Очень было бы интересно посмотреть, как в теории могла бы выглядеть такая огромная видеокарта. Ведь на данный момент вес лишь некоторых моделей едва ли достигает 5 кг. Однако стоит предполагать, что это лишь оригинальный маркетинговый ход от самих Gigabyte. Существует немалая вероятность, что новую материнку представят уже в начале лета на грядущей выставке Computex 2024. Интересуешься компьютерным железом и современными технологиями? Тогда подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео, а любые свои мысли и вопросы оставляй в комментариях. Не обошлось и без еще одного анонса от Gigabyte. Это материнская плата Z890 Aorus Extreme. Скорее всего, материнка следующего поколения будет совместима с процессорами Intel Arrow Lake S, выпуск которых запланирован на конец текущего года. Социальные сети Aorus разразились тизером, и хоть он представляет мало информации о материнской плате, можно сделать вывод, что она предназначена для использования с будущими чипами Intel. В официальном тизере компания Intel бросила термин AI Top, что совпадает с недавними слухами о свежей серии материнок. Ожидается, что Gigabyte выпустит различные материнские платы с поддержкой искусственного интеллекта в рамках новой линейки, включая модели Extreme и Master. Ранее Aorus под эгидой Gigabyte выпустила материнскую плату Z790 с передовыми технологиями, включая 27-фазное питание и поддержку высоких скоростей оперативной памяти DDR5. Ожидается, что в этот раз производитель поднимет планку еще выше, используя все аппаратные возможности сокета LGA1851. Перейду к новинкам из мира видеокарт. И далее на очереди взглянем поближе на свежую Radeon RX 6750 GRE на 10 ГБ Pure Starry Sky от компании Sapphire. Данная карта практически идентична предыдущей модели Pure White, но имеет другой цвет, а также получила заводской разгон на 45 МГц. В последнее время Sapphire активно продвигает тему с видеокартами, память которых составляет 10 ГБ. Также она имеет 2304 ядра и мощность платы 170 Вт. Показатели не самые космические, и это, конечно, оказывает заметное влияние на итоговую производительность видеокарты. Рекомендованная цена в пересчете на рубли составляет около 35 тысяч. Как следует из названия, Starry Sky использует серую цветовую гамму, а также предлагает небольшой разгон. На данный момент известно, что новинка будет продаваться на азиатском рынке, и скорее всего официальных продаж в России не планируется. Но зная всеобщий уровень энтузиазма, данная видюха найдет своих покупателей и на территории СНГ. Ранее я поведал о материнской плате Gigabyte B650E Aorus Pro X, которая способна выдержать видеокарту весом около 50 килограммов. На этот случай готовится еще один очень интересный анонс. Инсайдерам стало известно, что компания MSI представит на грядущей выставке Computex 2024 гигантскую видеокарту GeForce RTX 4090 Supreme Fusion. Толщина ускорителя составляет 4,5 слота расширения. Такой размер видеокарты объясняется тем, что производитель использует в ней гибридную систему охлаждения, состоящую из воздушного кулера и замкнутой SGO. Увеличенная толщина, вместе с тем сокращенное количество вентиляторов, два вместо трех, связана с инновационной системой охлаждения. В отличие от прочих видеокарт SGO, у которых водоблок подключается к внешнему радиатору, данная модель полагается на встроенный радиатор. С одной стороны, такая конструкция значительно экономит пространство внутри системного блока. С другой стороны, это существенно увеличивает толщину самой видеокарты. Под воздушным кулером GeForce RTX 4090 Supreme Fusion находится помпа, окруженная небольшими медными радиаторами, которые, вероятно, отвечают за охлаждение подсистемы памяти ускорителя. MSI заявляет, что гибридная система охлаждает на 15% эффективнее традиционной воздушной. Подробности о новинке, включая ее технические характеристики, цену, цветовую гамму и, самое главное, вес, узнаем буквально через несколько дней на грядущей технологической выставке. Завершает мой сегодняшний новостной выпуск весть о выходе видеокарт серии 5000 от NVIDIA. Ссылаясь на информацию от надежных инсайдеров, новая линейка видеокарт может быть анонсирована уже в рамках выставки Computex 2024. Если NVIDIA решит действовать по этому сценарию, то флагманская GeForce RTX 5090 поступит в продажу в ближайшее время. Также сообщается, что GeForce RTX 5090 будет работать с видеопамятью стандарта GDDR7 и получит поддержку интерфейса PCI-Express 5.0. Плюс поговаривают, что 16 гигабайт видеопамяти станет минимальным стандартом в линейках GeForce RTX 5000. Касаемо 5090, ее производительность по предварительным данным будет выше 4090. Рекомендованная цена составит около 120 тысяч, но прекрасно известно, как работает рекомендованная цена. По факту итоговый ценник вырастет в 2, а то и в 3 раза. Если намереваешься одним из первых в мире прикупить видеокарту уровня 5090, стоит откладывать средства уже сейчас. Инсайдеры в один голос утверждают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 получит огромный монолитный кристалл GB202. Опечатная плата GeForce RTX 5090 Founders Edition будет состоять из трех отдельных частей, а печатная плата эталон на RTX 5090 имеет место под 16 модулей памяти GDDR7, общим объемом 32 гигабайта. Данный ролик подходит к концу. Какая новинка из данной подборки понравилась тебе больше всего? Или может у тебя есть свой вариант, который ты с нетерпением ждешь? Пиши свое мнение в комментариях, и я обязательно отвечу. Не забудь заглянуть в описание под видео, там тебя ждет промокод для выгодных покупок. Подписывайся на канал и спасибо за просмотр. До скорых встреч!